Всем привет! Сегодня у нас мукбанг. У меня здесь свиные отбивные. Это цветная капуста и брокколи, обжаренные в яйце, соленые огурчики. И пить я буду сладкий чай. Слушайте, сегодня такая тема меня просто прям настолько тряханула, когда мы обсуждали это вот со знакомой, что я не смогла сдержаться, не заснять. В общем, тема сегодня у нас это буллинг, буллинг в школах. И я снимала уже как-то видео, в котором рассказывала о том, что Макар у меня на семейном обучении, то есть мы занимаемся дома самостоятельно, а в школу мы ездим раз в полгода, сдаем аттестации. И на основании этих аттестаций Макара переводят дальше. И многие мне... Говорили о том, и я сама с этим согласна, что лучше всего начальная школа, чтобы ребенок ходил в школу, это для социализации вообще, да, ну и в принципе самые основы закладываются, как правильно учиться, да, как там вот писать, читать и все прочее. Лучше, чтобы это делал как бы, ну, профессионал, педагог. И у меня был один комментарий под этим видео. Я вообще не знаю, кто додумался его написать. Вообще мужчина, это женщина, с какой планеты. То есть это не хейт, это маразм, на мой взгляд, то, что там написали. В общем, YouTube заблокировал этот комментарий, он не прошел под видео. Но смысл его был такой, что только, ну, типа, конченая мать может отдать своего ребенка в обычную государственную школу, потому что в государственной школе всем там вую на твоего ребенка так же, как и, типа, тебе, непутевой матери. Так вот, в общем, на 8 марта мы съездили в Дагомыс, поздравили бабушку, все там со всеми победались, всех поздравили. И вчера пошли к подруге, она живет здесь у нас рядом. У нее сын ходит в частную школу здесь, в Сочи. И платит за эту школу, на секундочку, 50 тысяч в месяц. Это минимум. Плюс там есть еще какие-то допы, что-то еще. За это будьте любезны, соответственно, доплатите. У нее сын такой, ну, мулатик. У него он такой, ну, слегка темнокожий, ну, как бы вот, ну, просто мулат. Очень красивый мальчик, очень добрый, очень общительный. То есть вот с Макаром они дружат. Здесь все ребятишки, кто у нас на улице живут, они все вместе дружат, прекрасно общаются, вот, ходят там друг к другу в гости. Так вот, вот в этой частной, замечательной школе, ну, где ты платишь деньги, да, чтобы твоему ребенку было комфортно, чтобы его именно учили, да, там в этой школе большой плюс, у них нет домашних заданий, они там находятся с 8.30, по-моему, или с 9 до 5. То есть не как обычный первоклассник, он во втором классе. То есть не как вся начальная школа, да, там до 12, у них до часа уроки, а у них еще как вот есть, как продленка идет, да, они в это же время с этим же учителем делают домашние задания. У них как обязательный урок – это игра в шахматы, они играют. Все бы ничего, и все прекрасно. Но также у них есть кураторы. Кураторы водят детей на прогулку. В этой школе, это IT-школа, Макар тоже туда ходит, но Макар ходит только в IT-направление, то есть как дополнительно. И вот в этот целый день у них включена еще прогулка. Они гуляют на Новогинской. Кто был в Сочи, знаете, Новогинскую наверняка, это пешеходная улица. Там есть небольшая детская площадка. Ой, и так как школа-то находится рядом там на Новогинской, они выводят детей гулять туда. Делают это кураторы, я не знаю, кто это, это молодые девочки вообще. Однозначно без какого-либо педагогического образования. Это прям к бабке не ходит. Я один раз забирала, просила нас, подружка, забрать его со школы. Мы там были недалеко, и как раз мы его забирали, когда они находились на вот этой вот прогулочной площадке. Никто там за ними не смотрит, никто ничем не занимается. И знаете, когда начали их звать обратно, уходить в школу, что-то с такими криками, с такими претензиями, как будто бы, знаете, вот они либо в армии, либо на зоне. Вот у этих девочек, кураторов, какие-то свои определенные предпочтения. То есть они прям, ой, ты ему, то есть любимчики у них. Они их не скрывают, они их выделяют. То есть другие дети, естественно, это видят. Но что самое страшное, что рассказала нам подружка? Из-за того, что ребенок смугленький, его несколько одноклассников начали гнобить, вот прям травить натурально. И собирают во время этого толпу остальных учеников вокруг него и выставляют на посмеш. То есть могут пнуть в спину, чтобы он упал. Могут поставить подножку, наступают ему специально на пятки, на кроссовки, чтобы он упал где-нибудь на лестнице, еще где-то. Ну, про мат и обзывательство, естественно, я вообще молчу. Это само собой разумеющееся. И дошло до того, что ребенок не хочет идти в школу. То есть вот он прям до истерики. Он с утра просыпается, у него начинается истерика. Что он не хочет в школу, что он не пойдет. Она говорит, мы доезжаем до Новоединской, выходим из машины, идти в школу, а он просто начинает убегать. Просто убегает, чтобы не я его вот не отвела и не завела в школу. Я когда, ну вот, слушала ее, вот у меня сначала, вот знаете, вот волосы иногда зашились, а потом просто глаза налились кровью. Вот это мой большой страх. И вот думая о том, что я, Макара, отдам, допустим, в следующем году в школу, да, что вот он будет ходить, я очень боюсь вот каких-то таких же моментов, каких-то таких же нюансов. Потому что я не знаю, что я сделаю. Мне кажется, что меня просто посадят. И, то есть, вот наша знакомая, она ходила, много раз ходила к директору школы, к учителю подходила, даже разговаривала с родительницей, одной из вот этих вот мальчиков, ну, которые его травят. Ничего. То есть, все головой певают. Да-да-да. Да вы что, мы поговорим, мы разрулим. И все. Причем, когда было первое сентября у них там вот в этой вот частной школе, выступал директор, он говорил о том, что у них дети перед поступлением проходит психолога, который у них работает, заполняет различные тестирования, анкеты, ну, короче, все остальное. Ну. И директор говорил, что вот у нас все дни ребятишки, такие замечательные, все прошли тестирование, общались вот с нашим психологом. Ну, типа, ну, мы сразу хотим обратить ваше внимание, уважаемые родители, что если ваши дети будут сильно отслеживаться, грубо говоря, в поведении, да, еще в чем-то таком, мы к этому относимся как бы достаточно серьезно, поэтому вот вплоть до исключения. Если у меня Макар ходил, туда, да, я бы вот так сказала, ну, кому ты рассказываешь? Вы откажетесь от полтинника, что ли, в месяц? Если там кто-то как-то себя будет не так вести? Вот. Ну, и, короче, все вот эти ее походы и разговоры, они бесполезны. И для меня это настолько страшно, что ребенок каждый божий день ходит в эту школу, каждый божий день он это терпит. Он не может, да, там, туда не пойти, причем она говорит, именно как школа, они молодцы, то есть у них преподаватели вообще боги. Он действительно у нее знает все и вся, он всем, они умеют увлечь, то есть он очень хорошо учится, он очень много знает, он много чем увлекается, но вот это вот моральное, да, и психическое состояние. Я просто, мне кажется, что если бы мне Макар вот так вот каждый день говорил, да, о чем-то плакал, не хотел бы идти в школу, я бы, во-первых, поубивала бы этих родителей, ну, потому что, блин, с кого спрашивать-то? Вот за такое поведение, назовем их детей, с кого спрашивать? С родителей, с директора, ну, с кого? Причем я даже потом, когда она мне все это рассказала, она говорит, я уже не знаю, что делать. Я погуглила, что оказывается, за буллинг предусмотрено административное наказание от трех до пяти тысяч, и родители тоже могут привлекать, ну, короче, привлекают к ответственности родителей, чьи дети, ну, как бы себя вот так вот адекватно ведут. Я говорю, блин, я бы не, просто не представляю, ну, каково ребенку, блин, вот просто, каково ребенку вот так вот ходить в школу. И, как видите, вообще это никак не связано, частная эта школа, государственная ли эта школа, это вообще, ну, как бы ни на что не влияет, в любой, вот тебе, пожалуйста, 50 тысяч в месяц платит, то же самое. Если у кого-то из вас, не дай бог, у ребенка, да, может быть, были такие трудности, как вы справлялись, что делать, даже вот этот вот психолог у них есть, в штате, ё-моё, а что он там сидит, этот психолог, для кого, почему он с ними не занимается, да, одному ребенку не помогает, а второму, ну, как-то там, не вправит то, что у него там есть. Значит, не знаю, не могу, я бы убила всех, и родителей, и директора, и ребенка. Причем, вот я даже думала, ну, как-то вот с чем это связано, с тем, что дети избалованы, да, вот, ну, вот в семье, то есть ребенку вседозволенность, да, он там привык помыкать, привык там на, за, ну, и так далее, или наоборот, это связано с тем, что дети сами страдают от такого отношения, и они проецируют это потом на других. Не знаю, причем, обусловлено это у мальчика, который вот основной гнобит тем, что он же, видите, у него какой цвет кожи. Казалось бы, да, уже в каком веке живем, что в этом необычного. Я помню, я еще, когда училась в школе, в начальной школе, ну, с первого класса это и было, и у нас в параллельном классе учился мальчик, он вообще афроамериканец, то есть он не просто смугленький, он прям чернокожий, и вообще никто там, ну, никогда за это не смеялся, не гнобил, ну, как бы, да, это было так в диковинку, смотрели, но чтобы из-за этого не общаться, не играть, не дружить, как-то пинать, шпенять его, такого не было. И вообще, почему-то, вот это в наше время, сейчас, дети очень жестокие, дети самые жестокие, намного жестче, чем вот там взрослые, и женщины, кстати, в наше время тоже наиболее жестокие. То есть, ну, почему, вот я не понимаю, что такого происходит, что у нас настолько, что ли родители такие же, да, и тоже позволяют себе где-то, либо вот наоборот, да, то есть у ребенка больше нет нигде никакого права слова, так же, как и у взрослых, у некоторых, да, то есть почему некоторые, ну, там, те же самые хейтеры, да, там пишут всякую ересь в комментариях, ну, потому что, видимо, больше они нигде не могут себя проявить и высказать свое, там ФИФУ и все остальное. И то ли у детей это так же происходит, но это кошмар, я считаю, это просто, я не знаю. Самое страшное, что ребенок начинает загоняться и думает о том, что это я не такой. Ну, вот он говорит матери, это, наверное, я не такой, это со мной что-то не так. Вот, наверное, я был рожден, чтобы надо мной там смеялись, издевались. Вот она мне рассказывает, да, он мне, ну, как бы, не родной ребенок, да, ну, вот просто знала. Я вот просто, знаешь, если Макар мне такое рассказывал, я не знаю, что со мной случилось. Я не могу. я спокойно отношусь, когда, ну, взрослые люди, да, что-то делать, потому что у нас, у взрослых уже крепшая психика, мы можем абстрагироваться, да, от каких-то проблем, оскорблений, особенно если они неадекватные, да, как бы это все намного проще. А каково детям, вот так вот в этом, и находиться постоянно, изо дня в день, то есть с утра до вечера. В общем, опять же, да, там, сменить школу, ничего. Ну, и вообще далеко не факт, что в новой школе, да, там, не будет таких же. То есть, поэтому вот у меня вопрос, кто ответственный? Понятно, что родители, это родители, но а школа, школа же должна что-то для этого делать, предпринимать какие-то меры. Как бы если тебе еще и деньги такие, простите, за это платят, то почему один платит 50 тысяч, он там чувствует себя, грубо говоря, королем, а другой ребенок платит те же самые тебе 50 тысяч, почему он должен чувствовать себя как-то ущемленный и некомфортно? В общем, ну, вот таких проблем, вот, куда мы ходим, ну, мы ходим в эту же школу, ну, филиал этой школы отдельный, то есть, ну, тоже ребятишки ходят, кто вот на занятия с Макаром, но им там, наверное, и никогда, потому что, что, они пришли, отзанимались вот перед компьютерами, и все. Нет как-то таких проблем. Белый Б. Правда. Потом, что интересно, бывает такое, что дети, как раз-таки, да, вот, которых в классе, не важно в какой школе, да, там в частной, государственной, сколько сейчас, в последнее время, вот таких вот ситуаций уже было неоднократно, что дети, которых гнобили, чморили, издевались над которыми, потом постарше становились, и приходили в школу с чем? С автоматами. И вот тебе, пожалуйста. У меня тихо, сам с собой, все отключилось. То есть, вот она, пожалуйста, та безнаказанность, и, подорванная психика ребенка, и к чему это может привести, вообще никто не знает. поделитесь своим мнением. С кого спрашивать, куда идти, ну и вообще, что в этой ситуации делать, что это, психолог, это через суд, ну как бы суд, я тоже не понимаю, как бы судиться, но есть то, что ты это административка, ну ты еще попробуй докажи, да, что там что-то происходит. И, почему я сейчас сказала, что я бы куратор этих, тоже придушила бы, потому что, они видят, что происходит, но молчат. в общем, поделитесь, расскажите, может, кто в принципе знает, как это правильно сделать, куда обратиться, или как с этим работать, как с этим бороться, чтобы ребенок чувствовался комфортно, защищенно, психологически и физически, ну как бы там же разные издевательства происходят. Блин, так вкусно. Так давно хотела брокколи с капустой и яйца. Вот такая невеселая тема. Сегодня была, как по мне, даже страшная. Поэтому, если кто знает способы, что с этим делать и как бороться, буду благодарна, если поделитесь. Все, спасибо, что смотрели. Всем пока.